Здесь как-то программный вот... Вот, и вы... Я сейчас сразу закончу, подожди, подожди. Я автор 38 книг. Вот коротко у вас, если позволяю, витриную посчитать. Это наша Алтайская правда. Центральный газ Алтайского. Я написал во все библиотеки, практически во все, региональные. Ответ был отовсюду, один и тот же. Финансирования нет, вот финансовая область библиотека. И, ну, понятно, раз финансирования нет, то еще нет. Тогда я принимаю решение сделать подарок. А сделать подарок как? Так, привести. Я сейчас показываю вам, что, допустим, какие-то, я бы кемеров там капает, а что они не имеют. Посмотрите. Еще один. Так. Я чтоб не совсем пойму, что-то вверху написано плохова. Каких это? 30 томов. Это ответы на многие-многие вопросы, которые касаются жизни, политики, экономики, социологии. То есть это не просто так верой сказать о Боге. Нет. Это намного все глубже. Вот. Я показываю вам библиотеки, допустим, историческая библиотека Москвы. Это центральная библиотека нашей страны, где находятся книги. То есть проверки тут еще не дадут, кроме того, что уже есть. Вот, допустим, это, видимо, Кель в Красноярске, да? Красноярске. Так. Это где мы уже проехали. Сейчас посмотрите. Библиотеки. Тут центральная библиотека страны. Так. Это очень большие библиотеки. Вот, видите, в смысле, это-то. Мы были уже в Самаре. Наша алтайская шишковка. Думаю, у вас тоже с ней какая-то связь. То же самое. То есть расписывается. Библиотека отвечает вот за эти две строчки только. Угу. Остальное я дарю. Так. Вашу мисточку. Так. Так. Эти книги находятся в церквах. Вот, допустим, последнюю, я бы наряжу. Нашу церковь. Нет. Вот, посмотрите, где? В таком храме. Угу. 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 Это вчера, кажется, было у нас Ирма Прокосовская, или какая-то, посмотрите, что-то я не вижу. Это вот благодарственный храм на крови, очень важно, пасхозная патриархия благодарит за книги. Это я вам все говорю для того, чтобы вызвать ваше полное, абсолютное доверие, что книги эти никакие не экстремистки, потому что нас мало ли тут приезжает. Что-то я не вижу, где у меня в центральной библиотеке. Так, сейчас, подождите, книги находятся в центральной библиотеке страны, библиотеке имени Ленина, Парламентской. Что же я тут? Мне надо смотреть, я плохо, тихо. Это мы проехали уже сетью. Ага, вот она, библиотека имени Ленина в Москве. Тут уж выше этого никого нет. Вот Москва, Парламентская, в Думе, в Думской библиотеке. Ну, я думаю, этого достаточно, чтобы она прониклась в полном доверии. Значит, нам нужно вот такой маленький документ, два подписать, поставить штамп или печать. А если нет штампа? Нету штампа или печать? Ну, штамп копает, я не все искал, но в библиотеке хотя бы нет. Нет, никакого, только у директора она, кто его знает, будет сегодня. Ну, если уже оставь себе, как у директора, то мы можем оставить, оставить адрес, и почтой вызвать. Давайте. Сейчас я распишусь вам, но один остается ваша полная польза. Нам нужно книги разложить, а хотя бы краткую аннотацию вам будет приведена. Здесь одна из книг у меня такая, которая, наверное, никак не забывала, она сразу будет. Это 300 поэтов России за 300 лет, какое участие они принимали, допустим, в семейной жизни, в подготовке к революции, в изловочных областях творения, измени на Мережковство, то есть везет денег, в Тушенке, конечно, не осилить этот громоздкий, огромный материал, это уже все писательства, это не просто как люди поймают веру, я научил молиться, нет. Это политика, экономика, социология. Мне столько вопросов за рубежом здесь было, ну я в начале детского лагеря 40 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. 17 тысяч сел разрушено в России, мы взяли землю с нуля восстанавливаем. То есть практически подход к тому, как восстановить. Есть ли возможность начать жить по-другому? Один том посвящен мусульманству, разбирается весь Коран, Сура, Аятова, Подшири Библии. Как нам жить мирно? То есть я говорю абсолютно о вещах, мне известно, с чем я работаю. А это, сейчас мы запишем, вот это вот, неправославное. Но я их выменял, не очень хорошее, ничего против меня. Библиотека Рим на ремонте. А у нас... Где-то найдите место, чтобы раскрыть. Разложите где-нибудь. Давайте, сейчас... Давайте, сейчас я... Наташа, я уже... Все, братья, берите. Сейчас, берите. Куда она пошла? Заходите. Куда она пошла? Куда, туда, туда. Куда, туда, туда, брат. Сейчас, я тебе покажу. Я сразу сказал, вы можете действительно остановиться? Ну и вот так получилось. Вот, это в планы не входило в ваше село. Ну и дальше, Ельвей, уже перед Крэграином, снова возвращаемся на алтарь. Мы дошли до Москвы, от Байкала. То есть это благовесие, существовесие. Вот каждую книгу, это 750 страниц. Просто пока что, посмотрите. Это у нас дети стоят в храме. То есть, видите, какое отделение. Это батюшка, это с Москвы, от патриарха, Алексей II тогда был, прилетел фотограф, чтобы, это брат мой в Греции был. А это показано, как одеваются мусульмане, видите, без всяких нападок, нам есть чему поучиться. То есть, мы никого не отрицаем, мы стараемся взять самые лучшие от всех, но это у нас как идет в храме. Это батюшка сам работает у него, а вещи много держит. Сегодня, как любят люди, вот эти иконы, у сектантов их нет икон. Это я в храме говорю проповедь. Это мы в детском лагере, это копает картошку. Показано конкретно, как возрождается земля с нуля. А вот он стоит сзади, а он кинолог с собакой. Как раз у нас собака с собой охраняет дорогой. И вы что, глянете, скажете, да, я видел этих людей. Но это главный банкир, Алтай, как называют его, Сбербанка, приехал к нам в гости. В Писоцке. С такими людьми, хорошо. Вот одна книга. Это наши беседы, приватные, с Александром Менем, убитым священником. Их нигде нету. Это наши с ним беседы. И поэтому сегодня за миллиарды ты не купишь. Мы говорим, его нету, его убили. Которые вы говорили, что никому не давать, да? Нет, не это. Никоторые не давать. Не давать навыки. То есть она уйдет сразу ее. Сейчас покажу. Вот. Вот это 26-й том, запомните. Почему? Что связано с литературой, журналисты, они сразу эту книгу сметают. Это меня предупредили уже не один раз. И восстановить я, конечно, не могу. Короткий, маленький тираж. Вот они наши поэты. Банна, Ахматов, там все знаете. Берт, Гольф. Вот они. Кажется, только жил. Крылов. И по конкретному вопросу. И люди начинают спрашивать. Так вы верующие? Да. Я относительно веры. И говорю. Вот, допустим, мне задали вопрос. Сейчас. Не буду рассматривать. Ага, вот. Вот вопрос. Я на него отвечаю. Дальше. Что об этом сказал тут? Набоков. Дальше. Что об этом говорит Библия? И на каждый вопрос 6 поэтов за 300 лет. Сергей Михалков что сказал? Дальше. Что об этом говорит Библия? Следующий поэт кто? Русоцкий. Понимаете? Это не просто книга, а по конкретной тематике. Как он мыслил? И не люди... Это можно было выбора. Да, 20 тысяч павлов пришлось обрабатывать. И те, которые имеют дело к литературе, к поэзии, они понимают. Это не просто находка, а она в единственном числе. И они... Ему даже след кричат, берет книгу. Если бы с штрафом, на книга 300 рублей, я заплачу 10, только я ее заберу. Поэтому желательно только здесь. И быть аккуратным с ней. Это та самая книга, которая, ну, показывает, что она стоит. Это кто здесь? Осет Мандерштейн. Вот что здесь говорится? Кто здесь? И опять же, шесть человек кончились, шесть поэтов. Опять следующий вопрос. Меня задают вон вопросик. Я на него отвечаю. А дома я подробно раскрываю. И опять кто? Кто-нибудь? Некоторые даже мало знают этих писателей, следующих поэтов. За 300 лет начинается у Марокова Ломоносова. Ну, я говорю, не скрываю, что для земли я не отношусь. Это не поворотный материал. Главное, основной материал предоставил у него. Он не в работном виде у него был. Он просто так. Была в труде, но моя жена была. Он говорит. А дальше, что она сказала по теме созидания семьи? И теперь мы видим. Ладно, она разведена, то другое. Но мысли у нее были хорошие в этом отношении. Жизнь повернула по-другому. Не будем ей в укор ставить, что она или ему. Дело в том, что мысли они оставили для нас для всех. Это 26-й тумб, его где-то так на примете держать. Вот сейчас, видите, тут мой брат. Вот в церкви, видите, венчание идет. Иконы, храм. У сектантов ничего этого нет. Они просто не знают, у них нет. Ну, это храм Христа Спасителя. Это моя хозяйка. И здесь. Это венчает как раз. Венчание идет. Видите, в церкви свящие. Да, воспитатели. У нас, ну, все в живе. Мы об этом говорим, об этом пишем. И вот, пожалуйста. 17 тысяч покойных сел. Нет, и вдруг она возрождается в село. Не рубля от государства, нет. Нам не надо детей отдавать в рабство Международному Литвуфонду. Русский человек слишком талантлив, слишком многое Бог ему дал. Но мы все потеряли. Речь идет уже не о сохранении деревни, а о сохранении страны. Так. Ну, тут почти все. Иногда, конечно, люди, видя, как книги изданы, так это же какая цена, так кто вас финансирует и прочее. У меня минимальная пенсия, у меня ничего нет. Но у меня много друзей. Вот три строчки. Посмотрите. Какие президенты компании попадают, когда книгами заинтересованы, чтобы эти книги жили. Тут еще один какой. Ну, это уже так, сами уже определите. Вот этот вот зеленый флаг у мусульман. Здесь полностью разбирается весь Коран по сурам и аятам в сравнении с Библией. Все это по благословению. Видите? Вера, Библия, Коран. Никаких нападок, ничего нет. А просто приводится текст Библии, текст оттуда, на что они ссылаются и сравнение. Это тоже никогда не было. Это впервые за мировую историю вышла такая книга. Ну, Бог мне просто дал это. В этих книгах иногда написано... Вот я сказал, вот Игнатий Латвий, сокращенно мой был. 3467, если говорить здесь. Сейчас из них положено 80 с кадрами, положено на музыку. Спрашивают, а где такие книги издаются? Ну, видно, как издаются. С каким умением, любовью. Вот в этой книге указано внизу. Горный Алтай, ваши соседи. Они специально машину округления корешков купили для моих книг. Специально. У них не было. Дальше. Вот, допустим, у вас живут старые бря. Вот эта вот книга как бы является ключом ко всем книгам. Это я на площади проповедую. И вся ляма графика. Я политзаключенный был, я достаток в пяти тюрьмах. И здесь все показано. Вот это мы с моим городом. Ну, мы с городом Мерсей. Не с каждым бомжем фотографируется. Это я с патриархом. Патриарх православный. Тут есть моменты, где я за рубежом с этими. Сейчас даже покажу. Вот. Вот это я в Нью-Йорке. Теперь он митрополит. Это митрополит Виталий. И все православное. Это в нашем детском лагере. Она закончилась красным дипломом. Вот и недавно вышла замуж. Сейчас в Америке находится девушка. Он болгарин. Хирург. И вот так нашли друг друга. Это корреспонденты беруты. Это наш епископ. Это я после армии когда вернулся. Она как бы автобиографична. Это репрессированная, тут отбывавшая наказание. Зоя Крахмальникова. Вот так. И еще. Вот я арестованный. Идут. Цветы летят. Я реабилитированный. Это было злоупотребление. Ну государство как-то попыталось немножко сгладить вину свою перед людьми. Я издал архипелагу ЛАГ. Я первый был в России на 10 лет раньше Нового мира. Недавно это было. 30-летие издания. Впервые в Новом мире. Тут же опровержение поступило. Не впервые. На 10 лет, говорит, алтайский проповедник Игнатий Лапкин уже распространил по всему Советскому Союзу. И меня посадили. Это брал репрессированных еще интервью. Вот. Вот это вот. Посмотрите. Может запомните. Это второй дом. Открытым оком. Видите, как я делал. Открытым, а оком, оком. Не вниз в строчке, а кверху. Как бы насильственные глаза понимали. Ну люди, ну поднимите глаза к небу. За нас Христос умер. Нельзя жить одним днем. Это как беседовать с разными сектантами. По разным вопросам. Это важно. Это миссионерское. Я миссионер. Видите, православный сектант. И в моем доме пришли сектанты баптиисты, адвентисты. И стали сейчас православными батюшками. То есть это единственное место тоже в России, где такой отток начался в обратном управлении. Так что это сходится и божественное, но и мирские власти это понимают. Вот это вот у меня, допустим, симфония. Я много времени, скажите, о святых. Как по одному слову находить. Кое-что запомните. Видите, благословения двух епископов. Поэтому сходство патриархии. Вот этот трехтомник Нового Завета. Впервые за 2000 лет вышло полное толкование Нового Завета. Полное. С откровением. Впервые за 2000 лет. Но оно вышло сейчас во втором издании. И вот эта книга тоже во втором издании. И постнул в подарок Кириллу, патриарху, Путину и Медведеву. И показывали как-то библиотеку, и показывали, что книги. Считают, нет уж как знать. Но книги эти стоят того. Если за 2000 лет впервые они вышли в полном объеме, в полное толкование, то это уже само за себя говорит. У нас есть еще одна к вам просьба с вашего разрешения. Разрешите это. Мы, ну, не всем это понятно, мы ставим библиотеку иногда, даже выше администрации. Не будет нравственного человека, руководственники практически. Почему сложить все тогда? Если не будет нравственной России, она никому не должна, никакая. И поэтому мы среди населения распространяем вот такие приглашения. Если вы согласны, значит, мы вас оставим вам приходящим, чтобы могли раздавать, приглашать людей. Они будут знать, что читать. Главное, сайт, мой телефон, могут позвонить. Приглашение в библиотеку. Не в храм даже, а в библиотеку. Отсюда человек и путь найдет в храм. Так, вы готовы принять от нас такие пригласительные? Можем? Давайте здесь сколько-то будет. Подождите, сколько можно будет. Или вот приходить. И можно будет добавить. Пусть ничего нет, храм, у львов. Потому что нет, да, согласны, да? А у вас много бывает, где я еще положу. Мы сейчас сидим с теми оттавы, дальше со штабов, и уже с Алтой, и мы пересекаем границу Алтая. Это у нас третья миссионерская повестка. Мы проехали до Москвы и до Байкала. Так, нужно составить вот такой документ. Если у вас никакой печати нету... Давайте-ка мне ручку, я здесь сейчас распишусь. Как автор, издатель. Директор придет, и я тогда... Это может быть... Значит, здесь четко написать почти печатными край, область, где... Ну, дальше это все уже есть. Число, расписаться и расшифровать свою букву. Это, фамилия. Теперь, куда послать? Я сейчас напишу. Улица... 650-60-16. Город Барнаул. Улица... Вторая строительная. 62-16. Понимаете, отъехали еще. Видите, мы с улицы для вас, мы не... А вы-то при должности, как говорится. Поэтому я вас попрошу посмотреть мой паспорт. Понимаете, у нас такой порядок. И когда вас просят, а вы скажете, да, не одержала паспорт, платите, прописку, все. Это, я думаю, по совести будет и не в тягость никому. Вот еще в конце книг всегда есть адрес. И везде адрес. Везде в каждой книге адрес мой, в начале и в конце. Любую книгу, только открыли, вот. Ну, вот открывается, видите. Первая же страница. И сразу дается мой адрес, телефон и все. Нам вскрывать нечего. По благословению. Ну, все открыто. А вот о чем я сказал, что пришлось мне терпеть опаси. Вот книга, редко кто видел, такая репрессированная. Прочитайте. Как отнеслось государство к этому. Тут уж географию не исправишь, но она составлена. И как сегодня признаю географию Солженицына, составлена. Она более редкая, чем даже все его труды. Так и мне Господь послал. Мне от меня это зависело. Это моя визитка. А тут я веду занятия в университете. Вот 17 лет только. Во всех отделах милиции, воинских частях я веду все годы занятия. Все бесплатно. А тут вот представьте, мне еще 40-й год, я начальник детского лагеря. Ни рубля государства не выделил. Ни рубля, ни Красноярс, ни кто. Тысячи детей. Если бы сейчас начальник везде это делать, попасть детьми. Лишен. Беспризуарность кончилась. И у нас везде лозунг. Россия должна встать. Россия, это мы. Другой страны, на борт с ней не дать. Разве можно так жить? Так жилить нажитые детами наши. В пух и прах разносятся страну. Везут за рубеж, миллиарды гонят. Мы говорим, жить надо для Бога. Жизнь такая коротенькая. Мы себе не принадлежим, а Богу. Мне нравится выражение патриарха Алексея Второго. Он говорит, отучили молиться, отучили трудиться. Оно здесь. У нас в детском лагере пойдем в 5 утра. Дети пробежатся, искупатся, приготовятся, поработать. Пусть на завтрак. В воскресенье на лошадях кататься, на лодках плавать. Собирать ягоды. И каждый день занятия, Словом Божьим, подготовка концертов. А в 5-й все, костер, картошка. И все это в снимках. И когда вы зайдете на наш сайт, вот этот вот, там форум. И там в онлайне наши фильмы. А нас фильмы, снятые государством. Один фильм занял первое место в России. Второй фильм главный приз на международном киноконкурсе. Православных фильмов документальных. То есть там уже не надо ничего доказывать, ничего. Это технический университет, где я занятия в последние годы вел. Так-то я где-то в 5 университетах вел занятия. Так, это я вам оставляю. А когда заполните, просто пошлете и все. Так мы уезжаем и просим всех помолиться. У нас работа трудная такая, что мы где ночуем, на другой раз в лесополосах, чтобы сохранить себя. Все у вас здесь. У нас очень много православных ходят в библиотеку, посещают. Много православных ходят в библиотеку. В библиотеку? Вот тем более, тем более вы готовы покажите. Тем более. А вы здесь считаете, сколько их? Здесь, знаете, здесь нет того вопроса, на который трудно. Здесь 4124 вопроса я отвечаю. Здесь есть первый итог, если в него загляните, вы сразу увидите. Вот это симфония, симфония на 11 книг канонических книг Библии. Это самое лучшее в мире составленное. 81 стихотворение положено на музыку. Их хват поет. То есть это очень и очень далеко известно. Если вы зайдете в гугл, завядите одно слово «Игнатий». Просто даже имени, фамилии не надо. Вот так вот. «Игнатий». Компьютер выбросит лапки. И сразу сотни страниц пойдут в интернет. Сегодня же посмотрим. Как вы ждете? Сегодня же посмотрим. Обязательно. Вы увидите там положительный отрицательный. Чтобы не было отрицательным, такое никогда не бывает. А чем ли нет? Ну чем-то человек там недоволен. Почему? Потому что эти книги написаны без приглядов в глаза. Нравится, не нравится. Я должен говорить правду везде. Правда, ничего кроме правды. А правда, она, знаете, не везде вмещается. Ну за что гнаги любого возьму? Я на креститель за что голову отрубили? За то, что говорил, чужую жену отнял. За что Христа распели? И поэтому эти книги, они опережают, может, на столетие наше время. Это признать своими, я их только моя фамилия, а я их считаю сегодня, это намного выше моего уровня развития. Это Бог позволил, я в молитве выпросил, моя рука писала, стихотворение мне не написать. Я это понимаю и, кажется, не может здесь ни гордость, ни чего быть. Это Господь дал. Повторяю, вот эти вот неправославные мы выменили, но они хорошие, ничего здесь нет. А просто детским языком Библию изложим. Так что посмотрите. Все остальное принадлежит нам. Приходят православные, каждому дал. Дома войдете в интернет. Там у Аудио мной насчитано 50 книг. 12 томов златоуста. Жить этого нигде в мире нету. Это я еще до второго ареста взял. 12 томов жития святых. 5 томов добротолюб. Ну, 50 книг. Если можно скачать на себе, дома слушать, ехать на дороге слушать. Это Бог так сделал. Так, уходим. Спасибо. Храни вас Господь. Вас как звать? Наталья. Наталья, будем молиться. И ваших молитвей спросим, чтобы Господь нахранил. Будем. До свидания. То есть, знаете, как бы никто не имеет права какие-то давать. Он не как Библиотеха составляет договор, он уверяет. Что на этот договор? В общем, ни мои потомки, ни дети, ни кто. Это принадлежит вам. И там написано, чтобы они не скрывались. Никакой президент не имеет права изъять. Только вы хозяева. Я подарил библиотеке. Вы извините, что уж мы принимаем. Нисколько нормально. Мы довольны. А у вас есть табличка, где именно библиотека написано? Нету. Что библиотека? Нету. Что сфорофировалось? Нету, что название. Что библиотека на двери-то. А там написано, что ваша библиотека такая? Именно вот это. Название. Я тоже. Бунтебарская фермия. Написано? Ну, пойдемте туда. Я не... Может быть, находите фермирую сфорографией. Часы работы, чтобы... Часы работы. И все. И все. Ну, просто потом подыграть. Ну, ладно. Мы везде фотографируемся на память. Когда я в интернете в октябре выставлю, вы себя можете увидеть. Хотя там нет. Значит, и на улице нет. На улице нет. Все уходит. Спасибо большое за свидание. Всего доброго. Хорошей дороги. Благодарим. Спасибо.